Ну что, ребята, едем к дяде в гости на покатушке на квадриках. О, поля какие тут. Вообще красота. Какая в лесу живет. Но, а тут за городом недалеко. Где-то километров 30-35. Ну, примерно. Ля, дура какая обещанная. Polaris 850. Вообще охеренную мощь. Просто чувствуется по звуку. Вообще классный. Снимаю, снимаю. Саня, смотри, тебе подарок. И еще. А то у тебя тут грязь. И еще совок. Бля, совок тоже. Вот это совок. Вообще. Вот снимай. Слова. Бля, чувак. Смотри, мусор будешь сюда складывать. Не, не, чувака, неси чувака. Я тебе покажу, куда его поставить. Смотри, денег сюда. Все, пошли. Я тебе сюда покажу. Или в баню, или это. А я тебе покажу, куда как раз он мне нужен был. Да пусть стоит. Вот, ребята, у дяди на территории. Ну, я территорию толком снимать не буду. Вон, собака, овчарка. Ну, здоровая территория. Вот, чего ее не снять. Вот резина. И, короче, у него резина тут. Карлис Ли, как-то называется. Ну, это штатная резина. Да, он покупал эти. Наверное, 570-го. Полариса это. На штамповках. Но, короче, она 25-я, 10-я, 12-я. А еще, это, смотри, эти, новенькая. Ну, она вообще новая. Но она подсохлая. Она вообще, ну, по идее, должна и на наш квадрик подойти. У нас вообще 26-я стоит на нашем трехсоттике. Ну, у нас же 12-я. 12-я, ну, так что, по идее, если переобуть ее на нашу, то должна подойти нормально. Только что-то стоит. У него она тут, ну, в открытом месте. Ну, надо сказать, чтобы это пойдет. Снегоходы у него. Вот, да, снегоходы у него. Два снегохода. А, у него скиду, BRP-шный. Вот BRP у него. Вот такая пилорама. Надо зимой у него покататься на них. Ну, попроситься покататься вообще. Он вроде говорил, что это 600-й. Да, вот, Rotec 600, E-Tech. А здесь цветной. О, Climb. Что-то Fakes Air. Этот еще вообще босяцкий. Короче, ребята, вот он, Polaris 850-й. Такой классный. Вон он у него, Ranger 900-й, 6WD. Вон он там, 570-й стоит. BMW у него тут самая новая, бензиновая. Camry сына. Еще одна BMW. У него еще Lexus 570-й. Сын на нем уехал. И, короче, я назад сел. Короче, реально. Он говорит, что тут сзади не очень удобно ездить. Ну да, тут сидушка короткая, не очень удобно. Ну и она и спинка. Там вообще проваливаешься. Там на 570-м намного лучше. Да. Здесь получается, ты если откинуться, сидишь вот чисто так. А там можно вот немножко вперед и сиденье откидывать. Там едешь, отдыхаешь на большое расстояние может. А здесь, я считаю... Здесь не очень удобно. Да. Ну, чисто сзади прокатиться. Сидишь уже не откинутого так. Сдвинулся если. Тогда более-менее. А если это как на той, но далеко ехать, откинуться, тогда самыми краями сидишь. Уже ноги на весу неудобно. Ну, цвет не перламутр, просто красный. Ну, он просто красный. А у нас вот перламутр этот. Перламутр, да. Ну, абсолютно. Ну, он здесь, получается, в ряд стоит. Поларис. Ну, два цилиндра в ряд. 850 кубов инжектор. Вот она коробка передач. А V-образные бывают у них, нет? У Поларисов нет. Даже вот эти старые Поларисы, у них 800-ки, они были тоже цилиндры в ряд. Пассажирское сидение уже идет с амортизатором. Ну, в принципе, ну, не такого сильно удобно. Все равно на том и спинка такая. Нет, 570 реально, вот как вдвоем ездить, он удобнее. Ну, там сзади машина, если ты взад будешь сдавать, смотри. Работы такие резаны. Ну, дурмашина, конечно, это сравнение нет. Ну, тот-то мощный, это. Смотри, промеж машин. Ну, хотя, как бы это не доесть. Ну, и легкий невозможно. Ну, смотри. Нет, аппарат серьезный. Я смотрю, у тебя это, какого резина на 14, а та 12. Ты на солнце ее положила, на это. Да я ее в коммунде контакте заезжаю. Ну, ты Данилу это продай ее. Да, мы бы купили ее, он хочет это. Да, мы бы купили, ну, просто так заберите еду. Точно. Мы купили, блядь, за 200 рублей ведро огурцов. За 400 рублей ведро огурцов. Поймать тебя, старачок. А по 200 мы купили такие большие контейнерант-ягоды. Красотища. Да едь, пап, один прокатись. Давай, Саня. Да не вредим. Ебан. Ни хера он дурит. Он не едет, а летит, блядь. Вообще, с огня, хочу и газу дает, он вот слетает туда. Давай, на паркинг, на себя. Все, паркинг. Ничего себе, ну, если, блядь, дать под жопу, вылетишь с его. Ничего, он аж перед приподнимается. Классно, конечно. Так, куда они у нас уехали? Ага, вон они. Ну, в лес какой-то уехали. Ничего себе тут деревья какие. О, смотри, шалаш какой-то. О, какой-то. Это шалаш. Да, ну, видно, приезжают сюда. Тоже, смотри, тут так-то, такие дороги тоже размыты. Если здесь, когда дождь пройдет, весьма будет. Что-то тучи собираются, дождь будет. Как мы не проедем, надо разворачиваться тогда. Почему? Мы сейчас вдоль этого. Ага. Мы тоже проедем. Что делать? Ну, нормально. А мы как-то. В выходные, мамка нянчится. У них тоже бухать. Мне нравится. У тебя это от очков. Слышим, как едем там уже. Ну, все. Едем домой. Хорошо отдохнули. 33 километра до него, значит, получается. Ну, туда-обратно, что, 60. Ну, почти 70. В общем, ребята, уже наступил следующий день. Я вчера не говорил. Но, в общем, дядя подарил нам резину от своего шестиводового Polaris. Ну, его так мельком показывал, вроде. И на фотографиях у меня где-то видно его. В общем, он шестиводовый. Взял там сразу новую резину и новые диски, когда купил. И получается, вот это у него осталось резина. На штамповках. И вот с таким вот протектором. И получается, они на 12-м диске. И получается, размер... Сейчас найду. Передняя 25, 10, 12. Задняя 25, 11, 12. Резина Carlyse Le AT489. И получается, идеально подошла. Но, в принципе, неудивительно. Разболтовка у квадроциклов Polaris в целом-то одинаковая. В общем, идеально подошла. Она как раз то, что я хотел. 25-м размером. Более протектор послабее. Не такой мощный, как у бигхорнов. И получается, что у нас еще есть... И так как это от 6-ти до квадроцикла. У нас, получается, есть еще задние колеса. Еще два задних колеса. Будут как запасные. То есть, если та износится, поставил эти. Но продавать, по крайней мере, я не планирую. Эти колеса тоже продавать не планирую. Более того, я думаю, перекинуть, получается, вот эту маленькую резину на литье. А вот эти вот Maxis BigHor наоборот на штамповки поставить. По крайней мере, у меня это... Ну, в мыслях есть. Дальше посмотрим. Может быть, и не буду менять. Может, так продолжу ездить. Посмотрим, короче. Я дальше решу.